Сюда ребята сели ровно, спину выкинули, а сиюши смотрят на меня, приготовились к занятию. Сейчас у нас урок благопедии. Сегодня, ребята, мы с вами продолжим работать на тело звуки. Сейчас поставили перед собой зеркало и приготовились к артикуляционной гимнастике. Аккуратно поставили зеркало, руки положили перед собой и приготовились выполнять первое упражнение. Первое упражнение, посмотрите, Рязатор, у нас будет иголочка. Иголочка. Сделали язык узкий, высунули его максимально изо рта, высунули язычок и держим до четырех. Раз, два, три, четыре. Спрятали язычок, проглотили слюни. Еще раз. Высунули язычок и держим до четырех. Один, два, три, четыре. Хорошо. Следующее упражнение, щетка-сметка. Посмотрите, ребята, видите как? Нужно высунуть язык и, не убирая язык в рот, производить движение влево-вправо. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили упражнение, проглотили слюни. Следующее упражнение называется подудочка. Смотрите, ребята, внимательно. Нужно высунуть широкий язык изо рта и согнуть его трубочкой. И подуть в эту трубочку, чтобы воздух шел строго посерединке. Вдохнули, выдохнули. Шеки не надуваются. Вдохнули, выдохнули. И последнее упражнение лошадка. Мы с вами это упражнение всегда сделаем. Нужно поднять язычок вверх, как грибочек. И резко отпустить вниз, чтобы щелчок был. Пять раз. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо. Руки положили перед собой. Зеркала убрали в правый угол. Сейчас у нас дыхательная гимнастика. Вдохнули, сели ровно. Вдохнули воздух через нос, выдохнули через рот. При этом плечи не поднимаются. Вдохнули. Выдохнули. Вдохнули. Выдохнули. Вдохнули. Выдохнули. Следующее упражнение трасса. Помните, мы с вами делали? Возьмите полоску в руки. Нужно так подуть на травку, чтобы посередине она только у нас пошевелилась. Вдохнули воздух. И дышим на травку. Вдохнули. Выдохнули. Щеки не надуваем, Асиюша. Вдохнули. Выдохнули. Близко к рту не подносим. И последний раз. Вдохнули. Выдохнули. Хорошо. Положили травку на зеркало. Нам больше не понадобится. Как? Да. Хорошо. Ребята, тема у нас сегодняшнего занятия – гласные и согласные звуки. Прежде чем мы приступим к теме нашего урока, руки положили перед собой, приготовились к фонетической зарядке. Значит, я говорю слова, вы за мной повторяете. Хорошо? Говорю три слова, слушаем, потом повторяем. Эти слова похожи между собой по звучанию, поэтому будьте внимательны. Том-дом-ком. Том-дом-ком. Все вместе. Том-дом-ком. Том-дом-ком. Дата-вата-хата. Дата-вата-хата. Моток-коток-поток. Моток-коток-поток. И последний. Винт-бинт-бинт. Винт-бинт-бинт. Молодцы. Два раза бинт, да, у нас было? Хорошо. Значит, я вам сказала, тема сегодняшнего урока – гласные и согласные звуки. Мы с вами, ребята, знаем, что все люди произносят звуки. Звуки бывают гласными и согласными. Те звуки, которые мы произносим свободно, и нам не мешает ни язык, губы, зубы, не мешает свободному прохождению воздуха, называются гласными звуками. У нас шесть гласных звуков. Запоминайте, какие. А, О, У, И, Э. С шесть гласных звуков. Осиюша, какие у нас гласные звуки? А, О, Я, А, О. А, О, У, И, И, Э. Хорошо. Молодцы. Кто мне скажет, почему их называют гласными звуками? Осия, грабья. Потому что гласные не произносят. Как они произносят? Ну, как? Потому что гласные идут с преградой. Не идут с преградой. Потому что гласные звуки мы произносим как? Свободно. Нам мешают губы, зубы, язык, чтобы воздух проходил? Нет. Нет. Значит, как мы говорим? Мы еще говорим. Гласные звуки поются, да? А каким цветом мы обозначаем гласные звуки? Кто знает? Красный. А, ну, а, полным ответом. Гласные звуки мы обозначаем красным цветом. Хорошо. Молодцы. Что захочешь, что это сижу? Нет. Нет. Хорошо. А теперь послушайте внимательно те звуки, которые я сейчас произнесу. П, Т, К, М, Н. Могу я пробить эти звуки, рыбья? Нет. Нет. Почему? Кто мне скажет? А, ну, а? Потому что... Т, К. Потому что они парные. Они не парные. Почему? Потому что, смотрите, ребята, нам мешают язык, губы и зубы. Те звуки, при произнесении которых мы встречаем преграду, язык, губы и зубы, называются согласными звуками. Хорошо. А сия? Какие звуки мы называем согласными? Согласными звуками мы называем те звуки, при произнесении которых встречаются преграды. Какие? Губы, зубы, язык. Молодец. Умничка. Вот сейчас мы с вами поиграем в такую игру, ануар. Будьте внимательны. Игра называется «Будь внимателем». Если услышите гласный звук, хлопайте в ладоши. Если согласный, сидим тихо. Хорошо? А. У. Молодцы. Следующее задание. Нужно составить, ребята, схему слова. Ой, слово. Вот у вас фишки лежат. Значит, синим цветом какие звуки обозначаем? Согласные. Согласные. Красным цветом? Гласные. Гласные. Слушаем внимательно слово. Ска. Составьте схему слова Ска. Молодец, ануар. Молодец, рабия. Хорошо, ануар. Назови первый звук. Второй. К. Третий. А. Молодцы. Хорошо. Следующее задание. Составьте схему слога Ан. Молодец, асия. Схему какого слога ты составила? Ан. Ан. Какой первый звук в этом слоге? А. Второй. М. Хорошо. Следующее задание, ребята. Очень легкое. Фишки убрали, на место положили. Следующее задание, ребята. Посмотрите сюда внимательно. Вот на эти картинки. Смотрите. Видите? Здесь нужно найти лишнюю картинку. Догадайтесь, почему она лишняя, вы должны не объяснить. И показать соответствующую цифру. Под номером, под каким номером находится эта картинка. Взяли циферки, разложили перед собой, чтобы удобно было, рыбивиша. Так. И давайте назовем. Ануар, называй все картинки. Сани. Сани. Лошадь. Лошадь. Книга. Книга. Уши. Уши. Какая картинка лишняя? Кто не скажет? Кто еще догадался? Ануар. Какая картинка лишняя? Уши. Правильно, уши. Почему? Потому что санки, лошадь, книга на какой звук начинается? На согласной. На согласной. А, книжка. А уши? На гласной. Покажите, под каким номером. Все. Так. А сиянье смотрим по сторонам. Думай, смотри. Санки, лошадь, книга. Начинается на согласный звук. А уши? На гласной. Какую циферку поднимем, а сиянь? На гласной. А, ошиблась. Покажите, Радим. Не той стороны. Вот, молодцы. Положили. Следующее задание. Такое же, ребят. Очень легкое. Вы снимите. Смотрите сюда. Так. Рыбиюша, называй. Ножницы. Альбом. Одним словом. Игрушки. Утюг, утюг. Какое слово лишнее? Утюг. Ну-ка, думаю. Игрушки. Ну-ка, смотрите, слушайте. Ножницы. Альбом. Игрушки. Утюг. Какое слово? Альбом. Альбом. Ножницы. Ножницы, правильно. Почему, Асиюша, ножницы? Потому что там на согласный. Правильно, на согласный. Покажали соответствующую циферку. Молодцы. Положили и убрали карточки на трой стола. Вот прям на зеркало. Все, что нам не надо, убираем на зеркало, ребята. Хорошо. Приготовились. Кричеву. К физминутке. Руки положили перед собой. Мы с вами это стихотворение все учили. Повторяем за мной движения. Ручки приготовились, как будто мы их собираемся мыть. Вместе со мной начинаем. Ах, вода, 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 будем чистыми всегда. Брызги вправо, брызги влево. Мокрым стало наше тело. Полотенчиком пушистым вытрем ручки. Чисто, чисто. Молодцы. Хорошо. Следующее задание. Взяли наши волшебные палочки. Вот оно. Взяли наши волшебные палочки. В правую руку, ребята. В правую руку взяли волшебные палочки. Мы это упражнение уже с вами делали. Между большим пальцем и мизинцем взяли палочку. И начинаем перекатывать. Раз, два, три, четыре. Поменяли пальчик. Большой пальчик на месте. Вместо мизинца безымянный. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Средний пальчик. Раз, два, три, четыре. И указательный пальчик остался. Ра, молодец, Рабье. Раз, два, три, четыре. Взяли палочку в левую руку. Между большим пальцем и мизинцем зажали. Я не понял. В левую руку. Большой палец и мизинчик. Вот. Большой палец и мизинчик. Раз, два, три, четыре. Большой палец и безымянный палец. Следующий. Ануар. Раз, два. Три, четыре. Трудно левой рукой, да? Три. Держи. Так. Большой палец и средний. И самый легкий. Большой палец и указательный. Перекатать. Теперь следующее упражнение. Просто покатали палочку между рук. Раз, два, три, четыре. Хорошо убрали палочку на зеркало. Следующее задание, ребята. У всех у вас лежат вот такие карточки на партии. Взяли, пожалуйста, карточки. В окошке, посмотрите, в окошке нужно нарисовать схему слова. Гласные звуки обозначаем каким цветом? Красным. Согласные? Синим. Взяли карандаш. С кружками? С кружками, да. А можно квадратики? Можно квадратики. А у меня замок? Замок. У тебя дрова. Все вставляем. Так, молодцы. Не торопимся. Так. 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 Не совсем большие у тебя. Правильно. Какой-то базарит границы. А то потом как мы будем делать? Вот. Надо было чуть-чуть поменьше, а то у тебя не поместится на себя. Молодец, Амуара. Так. Хорошо. Замок. Правильно. Правильно. Хорошо. А ну, Ару, у тебя какое слово было? Арбуз. Арбуз. Назови по звукам мне. А-р-б-у-з. Харат. Рыбия. Замок. Замок. Правильно. Какой первый звук? З. Второй. А. Третий. М. Четвертый. О. Пятый. Молодец. И рыбия у нас. Ой, Асия. Какой первый звук, Асию, что у тебя был? Первый звук. Дрова. Какой первый звук? Д. Ага. Потом. А. Дрова. Правильно. А. В. А. Хорошо. Дрова – это словарное слово, ребята. Говорим А, а пишем О. Хорошо. Убрали карточки на зеркало. Еще два задания. И все. И все. Хорошо. Я звоню водить. Давайте мы с вами сейчас поиграем в следующий угол. Помогите мне закончить стихотворение. Я читаю начало стихотворения. Конец вы придумываете сами. Хорошо? Съел. Сережа, на обед целых пять больших конфет. Конфет. Хорошо. Можно. Какое слово ты добавил? Конфет. На какой звук начинается? Какой? Англасный или согласный? Согласный. Согласный. Следующая. Рыбьюша, слушаем вас и я. Раскрывает же оборот. Вромка песенку? Поет. Поет. Какое слово ты забавила? Поет. Поет. На какой звук начинается? Согласный. А какой он? Назови этот звук. Хорошо. И последний стишок. По дороге в тучах пыли пронеслись. Кто может пронестись по дороге? Машины. Машины. Правильно. Осия. Какое слово ты добавила? Машины. Машины. На какой звук начинается? М. М. Умница. И последнее задание. Вы все правильно сделали. Посмотрите внимательно, ребята. Это не сложное задание. Это не сложное задание. Это очень любое задание. Это можно посмотреть. Слово. Картинка. Это какая? Груша. Шуба. Банан. Вот к этим словам нужно подобрать схему слова. Потом скажите, под какой цифрой, к какой картинке относится схема. На третий. На третий. Что на третий? Вот третья схема к какому слову подходит? Груша. Молодец. Груша. Хорошо. Рабия. На первую шубу. Ануар. На первую шубу. Шуба. Молодец. И Рабиюша. Что хотелось бы? Четвертая это Банан. Четвертая это Бан-Рам. Молодцы. Умнички. Хорошо. Сели ровно, ребята. Вы очень хорошо сегодня позанимались. Ануар, скажи мне. От какой темы мы сегодня работали? А? От какой темы мы сегодня работали? Гласные и согласные звуки. Хорошо. Молодцы. Гласные и согласные звуки. Асия, назови мне гласные звуки. Сколько у нас гласных звуков? Я уже вам говорила. Гласные звуки. Всего сколько гласных? Не десять. Это букв десять. А звука? Шесть. Шесть. Хорошо. Ануар, назови какие звуки. А, О, У, И, Э. И, И. Молодцы. Хорошо. Сегодня вы все хорошо работали. Не торопись. Сейчас я скажу. Все получили. Очень хорошее. Так. Ануар. Молодец. Очень хорошо. Рабия и Асия. Молодцы. Все хорошо работали. Встретимся теперь во вторник. Хорошо? Встали. Не торопимся. Стулья задвинули. Ну, я с вами приятный стулья. Почем? Потому что я уеду. Не умерешь. Хорошо. Все. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...